Добрый вечер! В эфире ТОП ЛАДГАЛИЯ на телеканале ЛРТ Плюс и я Александр Ильин. Гость нашей сегодняшней передачи Санта Пупеня, руководитель департамента городского планирования и строительства Дагопилса. Добрый вечер! В начале новости. На минувшей неделе на комитете по вопросам образования и культуры Дагопилской городской думы было одобрено предложение о смене названия Дагопилского русского лицея. С 1 января 2020 года он становится Дагопилским лицеем технологий. Лице технологий подразумевает технологии учебные и информационные, которые за последние 10 лет получили большое развитие. Задача школы – сохранить заложенное ранее изучение русского языка, русских традиций и культуры. Предметы русский язык и русская литература сохранятся как в основной, так и в средней школе. Со следующего года во всех школах Латвии увеличится количество часов информатики. В русском лицее будет сделан упор на информационные технологии, робототехнику и 3D-принтеры. 14 декабря с 10 часов утра до 14 часов в торговом центре «Соло» на втором этаже состоится рождественская ярмарка, в которой примут участие предприятия школьников, представляющие учебные заведения города. Здесь можно будет найти продукцию, произведенную учащимися Дагупилской государственной гимназии, русской средней школы лицея, 3, 13, 17 средних школ, основных школ Вены и Бас и Сасканес и средней школы центра. В муниципалитете Дагупилса был поднят вопрос о здании на улице Инженеру-3, которое уже много лет продолжает разрушаться. По мнению руководства города, пора пойти на крайнюю меру и принудительно стести здание. Сейчас подсчитываются предстоящие расходы. По информации, озвученной руководством Думы, здание находится в частных руках, и самоуправление не имеет других возможностей воздействовать на ситуацию с упомянутым объектом. Велик риск того, что самоуправление может потратить деньги, однако компенсировать расходы не получится. На балансе самоуправления стоит несколько зданий, которые на данный момент не используются. Не исключено, что в законсервированном состоянии им осталось недолго находиться. Возможно, в следующем году спортсмены смогут использовать недвижимость в Ругелях на улице Номитню, 159. В связи с тем, что база Дзинтериндж и другие базы в летний период переполнены, самоуправление рассматривает на данный момент возможность размещения спортсменов на бывшей бавзе Латв Энерго. Планируется выяснить, в каком состоянии находятся помещения, и к летнему периоду обеспечить загруженность одного из зданий. Его можно использовать как для ночлега, так и общепита. Там есть баня и бассейн. 11 декабря в стенах 6-й Дагопилской средней школы имени Райниса открылся необычный познавательно-развлекательный центр «Игровая библиотека». Библиотеку по улице Коммунала-2 можно приходить по понедельникам и субботам с 13.00 до 17.00, как детям, так и взрослым. Цель нового проекта – дать детям и их родителям возможность совместно провести время за всевозможными настольными играми, а также при желании на неделю взять понравившуюся игру, как книгу в обычной библиотеке. В Латвии – это вторая такого рода библиотека, первая находится в Елгаве. Создан центр при поддержке еврофондов, а также Дагопилской городской думы, которая софинансировала важный и интересный проект. 11 декабря инспекторы Дагопилского регионального управления среды ГСС совместно с полицией провели рейды по Дагопилским автосервисам. Всего было проверено 11 автомастерских. В итоге в шести из них констатировано, что они работают без соответствующего заверения категории С, как того требует законодательство. Еще в трех автосервисах констатированы грубые нарушения в обхозяйствовании отходов. Начато шесть дел об административных нарушениях. Федерация волейбола Латвии проводит традиционное голосование, чтобы выявить лучших и самых популярных волейболистов Латвии за 2019 год. Всего победители будут определены в семи категориях. В этом году среди кандидатов немало и воспитанников Дагопилского волейбола. Проголосовать за своих кумиров можно до 19 декабря. Члены комиссии по городскому строительству и окружающей среде рассмотрели предложение Дагопил Сатексмы о строительстве новой трамвайной ветки от нового строения до нового форштата. Эта идея не получила поддержки. Для того, чтобы построить ветку, необходимо внести изменения в территориальное планирование. Это нужно успеть сделать до конца года, поэтому было созвано срочное заседание. Эта ветка могла бы пролегать от конечной остановки трамвая второго маршрута по улице Латгала, Свитзамас и Авеню. То есть трамвайные пути практически охватывали бы весь микрорайон. Эта идея не получила поддержки у членов комиссии, и большинство воздержалось при голосовании. В итоге решения принято не было. Причиной такого голосования послужило то, что для строительства самоуправлению пришлось бы выкупать у жителей недвижимость, как участки земли, так и дома, что посчитали нецелесообразным. Сотрудники Прельского участка разыскивают пропавшего без вести Станислава Мелдора, 1954 года рождения, который 10 декабря после обеда не вернулся домой, власть данной Рожкаунской волости Варковского края. Мужчина был одет в теплую зелено-желтую зимнюю куртку с теплым воротником, черную вязаную зимнюю шапку, черные теплые спортивные штаны, зеленую обувь. Если у вас есть информация о месте нахождения пропавшего, просьба звонить по телефону 110 или 654-03302 или 653-02815, или лично обращаться в ближайший полицейский участок. Всемирное антидопинговое агентство в понедельник на 4 года дисквалифицирует Россию, запрещая ей участвовать в крупнейших спортивных событиях мира. Из-за дисквалификации Россия не сможет участвовать в Олимпийских играх следующего года и 2022 года. Такая мера наказания не исключает возможности, что конкретно атлеты в Олимпиаде и других важных соревнованиях смогут стартовать под олимпийским флагом как нейтральные спортсмены. Российскую спортивную репутацию испортил скандал Олимпийских игр 2014 года, в котором была открыта крупномасштабная государственная поддержка допинга, чтобы улучшить способность страны получать больше медалей. Горской путепровод Горской путепровод, который должен соединить два ключевых момента, это первое, пересечь участок дороги с улицы Варшавос и выйти на молочный комбинат. То есть все ждут с ожиданием, и мы знаем, что поданы документы уже на проверку, есть какие-то определенные моменты, которые сразу всплыли на поверхность, это связано с какими-то требуемыми цифрами со стороны строительной компании. Но вообще, что происходит? На данный момент подготавливается исполнительная документация, собирается для сдачи в эксплуатацию. В эксплуатацию будет принимать не городская БУВА, то есть БУВНЭТИБАСВАЛСКОНТРОЛСБИРОИС. Ну и там есть некоторые неясности, которые нужно предотвратить. Ну, даугавплоскосамоуправление уже заявило, что на текущий момент компания строительная Биндерс выставила какие-то финансовые требования. И я понимаю, это тоже надлежит выяснить именно строительному контролю, то есть все ли соответствует этим цифрам. И уже стало известно, что произошла замена материалов, которые тоже теперь надлежит сертифицировать и проверить, соответствуют ли эти материалы указанным нормам. Да, есть некоторые нюансы по материалу. Там нету отблс-теблс-декларации, то есть декларации нету на материал. Ну, будут как-то решать, смотреть, как-то искать выход из этой ситуации. И, ну да, и ТИЛС, не Биндерс, а ТИЛС, то есть те, которые строили непосредственно сам МОС, да, они предъявили некоторые просьбы к самоуправлению. Но теперь я понимаю, что торжественное открытие путепровода переносится уже на первую половину следующего года. Да, скорее всего так. Хорошо, уважаемые водители, надо будет еще подождать, но надеемся, что все урегулируется. И сейчас уже стали обсуждать возможности в перспективе создания проекта на второй этап, то есть переход уже следующих наших железнодорожных путей. И действительно ли уже идут эти обсуждения? Ну, только на уровне обсуждения. То есть технического проекта еще пока ничего не видно, да? Да, совершенно верно, да. Если чисто теоретически рассматривать, то что будет сложнее, первая часть или вторая? Ну, конечно же, вторая часть, да, это тот повод, почему мы отказались, ну, то есть сразу все реализовать. Потому что вторая часть, да, идет, продолжается на улицу Кандалас через железную дорогу. И, конечно, она сложнее, она идет по центру, и, да, сложнее. Требует ли это будет какой-то, на ваш взгляд, предварительной уже подготовки и территорий, и, возможно, уже от откупа, опять же-таки, земельных участков, чтобы не сложилась вот эта ситуация, которую мы сейчас наблюдаем на первом этапе? Да, конечно же, там предстоит очень большая, тщательная работа, чтобы не сложилась такой ситуации, как она на данный момент есть с этим путепроводом. Да, ситуацию нужно будет тщательно рассмотреть и подготовиться. Ну, мы можем пока обрадовать жителей, которые живут возле первого путепровода, что у них есть этот спокойный период времени, что транспортные средства пока не будут ездить, и тем самым не будут создавать дискомфорт, можно понаслаждаться тишиной. На ваш взгляд, к чему следует готовиться вообще горожанам, если уже будет принято решение о строительстве второго этапа путепровода, и заблаговременно, может быть, документально решать эти вопросы, чтобы уже не было этого сумбура, который мы наблюдали в конце 2018-го, в начале 2019-го года, когда уже перед фактом начались строительные работы в своей жесткой стадии, и люди хотели найти какие-то там решения, но они понимали, что уже поздно. Ну, пока нет каких-то предварительных видений какого-то на этот проект, ну, трудно сказать, к чему именно готовиться, да, когда будет какой-то эскиз, да, или, ну, какие-то технические решения, тогда можно будет говорить об этом. Но должно ли быть более открытое публичное обсуждение, где действительно должны быть правильно в юридическом формате оформлены все документы вот этих согласований на публичном этапе, чтобы потом люди уже не отказывались от сказанных слов и принятых предварительных решений? Ну, может, публичное обсуждение надо более масштабно проводить, да, то есть, ну, более, то есть какие-то объявления там и в газеты, и на телевидении, ну, таким образом, да, чтобы люди знали, к чему готовиться и знали, что там будет и как это будет выглядеть, да, ведь эту ситуацию, эта ситуация произошла потому, что люди не понимали, как это будет потом выглядеть, да, вроде, вроде мост там, картинки одну, а по факту мы столкнулись чуть-чуть с другими сложностями. Да, то есть людям надо больше объяснять, как это будет выглядеть после уже сдачи в эксплуатацию. Хорошо, Санта, давайте мы с вами чуть позже поговорим о том, что в этом году уже удалось реализовать и какие проекты у нас подошли к стадии завершения, действительно, есть ли нам чем хвалиться. 2020 год, много работы было в городе Даугавпилс и у строительных инспекторов, и у самих строителей, и у проектировщиков. Что больше всего запомнилось, и хочется отметить вот сразу, что для вас было в этом году таким важным в вашей работе, именно по принятию какого объекта или оценке каких выполненных работ, чтобы вы вот понимали, это действительно очень серьезный момент. Ну, в этом году по благоустройству города было сделано довольно-таки много. Опять же, это променад стропов, променад улицы Брудью, ну, и трамвайная линия новая. Ну, вот эти проекты именно значительны для этого года. А что было еще, на что горожане, возможно, не обращали такого внимания, но на самом деле это значимые работы, которые мы действительно подвели к завершению в этом году? На самом деле много объектов, которые мы закончили, которые были начаты ранее. То есть это 12-я начальная школа, да, реновация, 26-й садик, польская начальная школа, потом, ну, вот по благоустройству, возле крепости была построена автостоянка большая, да, на улице Оду, вот, ну, и, конечно же, бассейн, и реновация в гимназии есть. Ну, у нас в этом году много объектов именно учебных заведений, они прошли вот эту реновацию, и действительно в государственной гимназии был сдан в эксплуатацию плавательный бассейн, что порадовало всех горожан и спортсменов в первую очередь. А как проходили и проходят еще, я знаю, что во многих, на многих зданиях еще стоят леса, это утеплительная работа, то есть вот у нас были здания, которые проходили, действительно, утепление, это и Нометню-66, это в настоящий момент на улице Спорта, здание общежития Далговского университета утепляется, и что у нас впереди в этих работах по утеплению, потому что, то есть как-то вот пока мы выглядим немного отстающими, если посмотреть на соседей Заросай, то есть в масштабе, да, то у них уже больше домов утеплено, больше зданий прошло, проектное утепление, а мы еще как-то, ну так, отстаем. Ну, что касается, что касается государственных зданий, зданий субправления, на самом деле тут проводится очень, очень большая работа, ведь, например, делает фасад государственного архива в крепости, да, тот же Далговского университета, да, фасад делает, ну и также утепляется многие учебные заведения, ну да, на самом деле Далговского университета есть чем похвастаться, потому что в следующем году будет очень много строительных работ, не только потеплению, но и в других объектах. Детская инфраструктура, назовем так, инфраструктура детского отдыха, то есть в этом году предприятие коммунального хозяйства очень много площадок привело в порядок, и вот стадия согласования тех проектов уже на будущий год, которые я видел, они тоже проходят через ваше учреждение, правильно? И будет ли это все по стандарту, или у нас как-то меняется вот это содержание самого проекта, то есть новые аттракционы, новые концепции, вы что-то либо уже можете рассказать нам? Конечно, мы идем в ногу со временем, и в дальнейшем что-то планируем новое, ну какое-то новое, нововведение. Мы недавно были с коммунальным хозяйством вместе на выставке в Хьольне, и увидели очень много таких инноваций в этой сфере. То есть есть какие-то интерактивные площадки, которые еще в нашем городе, таких еще нету. То есть все такое мы планируем, следующее может... Но у нас есть момент такой, что мы пока все детские площадки более ориентируем на летнее время года, и как-то забыли о том, что дети у нас отдыхают и гуляют зимой. То есть мы не рассматривали уже в общей концепции, чтобы данные зоны отдыха были более универсальны, ориентированы как на теплое время года, так и действительно на зимнюю погоду. Да, конечно, мы думали об этом, и да, в дальнейшем может появиться что-то более приспособленное к другим обстоятельствам года. Хорошо, давайте, Санта, чуть позже с вами поговорим о планах на 2020 год, потому что забегая чуть-чуть вперед, мы знаем, что у нас более активную стадию примет как раз реконструкционная работа ТЭЦ-3 и другие объекты города. В связи уже с зимним временем года постепенно приостанавливаются ремонтные строительные работы, и, конечно, более такую тихую стадию они примут, как только отрицательная температура на улице наступит. Но давайте посмотрим на 2020 год, который уже впереди. Мы знаем, что у города Даугавпилса большие планы, и часть из них ориентирована на нашу Даугавпилскую крепость. То есть это будет и музей моторной техники, это и пороховой склад будет реконструироваться, и что еще? То есть расскажите, вот вам известно чуть больше, чем всем горожанам. Ну да, правильно вы сказали, что инженер арсенал уже начат и работу по всем этим объектам. То есть это не просто проект, уже начат и работу. Но также, как мы все видим, и сносятся большие здания в крепости, которые давно стоят, где владелись властной кустами и по шуме. Также будет реконструкция здания, здание, которое предназначено для социальных нужд. Да, то есть по комендантам улицы. Это будет как бы дневной центр. Такое, ну, как приедет. Это там, где ранее был приют, вот на этой территории, да? Как приедет, но такой более, ну, более обновленный, более современный. Вот. Ну, у нас впереди там еще и Саулес-школа, да, если так смотреть. То есть это та, наверное, яркая жемчужина, когда мы едем по дамбе. И помним еще тот достаточно заброшенный участок этой территории. И сейчас мы там уже видим новое красивое отстроенное здание. Но у всех есть один маленький вопрос. Предусмотрено ли по проекту что-то с фасадной частью, или она будет такая же серая? Конечно же, фасад предусмотрен по фасаду, ну, как, работает для, ну, чтобы он выглядел достойно. Украшение фасада, да. Достойно. Это будет такой ноу-хау. В принципе, это в Латвии еще не применялась такая, ну, как сказать. Технология. Технология, да. Это будет реально красиво. То есть это будет что-то яркое? Нет, не яркое. Ну, там такое интересное, как бы, сочетание, интересное инженерное решение. Значит, можно сказать людям, чтобы они успокоились и немного подождали, потому что они преждевременно начали вот это обсуждение, ну, как такая оживленная часть, въезд в город, а тут все такое серое и непривлекательное. Хорошо. Известно ли вам что-либо, и какова концепция, или, может быть, уже есть в городе окончательно утвержденное место, где будет планироваться строительство концертного зала «Оскара Строка»? Да, конечно. Это место выбрано в Центральном парке, там, где раньше были карусели. То есть вот именно на этом участке, рядом с Ледус-Халла, у нас будет строительный данный объект? Там будет не только данный объект, да, но и как бы благоустройство вокруг него. Появятся, опять же, какие-то летние кафе, может быть, будет стоянка построена. Ну, во всяком случае, заложено это все в проекте. Хорошо. Ну, а что от себя хочется добавить еще на планы будущее, потому что действительно у нас еще дальше будет наполняться жизнью истропской променад. И работы на променаде Озли-Далгова тоже будут продолжены, потому что там как раз будет все еще благоустройство окончательно проходить. То есть уже какие-то более яркие краски обретать именно скамейки, какие-то уголки тишины. И когда планируется вот все это начать и завершить? То есть полностью реновированный променад на улице Бругио когда будет планироваться сдать в эксплуатацию уже так? На улице Бругио планируется сдаться в начале Нового года. Но также есть и второй проект, который предусматривает более прогулочную территорию. Это уже отдельно будет строиться совместно с променадом около крепости. То есть это два таких променада, которые реально будут выглядеть как променады, как прогулочная территория. Спортсменов волнует, особенно те, кто любит играть в футбол, в мини-футбол. То есть когда завершится вот эта долгосрочная реконструкция спортивного зала польской школы? Очень скоро, но где-то в середине Нового года точно она должна закончиться. Эти работы должны закончиться. Я понимаю, что на следующий год у вас работ уже полным-полно. Успеете ли вы отдохнуть, я не знаю. Потому что те длинные каникулы длиной в 11 дней, они у нас чуть-чуть разделились. С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Но хочется пожелать вам, чтобы все спланированное у городского самоуправления и у вас шло согласно календаря. Чтобы не подводили строителя. Ну а чтобы горожане имели терпение. Ну а если есть какие-то рекомендации или пожелания, чтобы они вас информировали тоже своевременно, а не по факту. Все. Спасибо за информацию и за ваши ответы. На сегодня все. Следите за продолжением новостей на телеканале НРТ+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова